Мини-футбольный клуб Мобирейт МЧС Единственный, кто в этом сезоне смог отобрать очки Мобирейта – клуб ПСК Команда, которая представляет Ульяновск даже на всероссийской арене Матч первого круга зеленые выиграли у оранжевых с отсчетом 2-0 С тех пор Мобирейт одержал 7 побед подряд, а ПСК в эти же 7 турах потерял 10 баллов Ту игру мы вообще не вспоминали, поскольку сейчас турнир на таблице нас заставляет играть на максимуме все игры Обыгрывать любого соперника, независимо, Мобирейт, УМЗ или кто-то, нам без разницы, мы должны были выигрывать Начало встречи выдалось не в пример матчу первого круга, когда за два тайма команду забили всего два гола Теперь тон на результативной игре задал ПСК Ромал Набиев отобрал мяч у замешкавшегося Вячеслава Мысина и хладнокровно реализовал выход 1 на 1 с голкипером Александром Сотниковым Пропущенный гол только разодорил лидера чемпионата, особенно его капитана Андрея Злыбарева Всего пару минут хватило ему, чтобы вывести свою команду вперед Причем оба гола главный из Мобирейтовца забил могучими ударами из-за пределов штрафной А вскоре почин капитана поддержал и его родной брат Виктор Злыбарев Габаритный форвард хладнокровно разобрался и с защитниками, и с арталем ПСК Павелом Непедовым прямо в штрафной 3-1 в пользу Мобирейта, а ведь не прошла даже и половина первого тайма Концовка первой половины тоже получилась на загляденье После спича своего главного тренера Дмитрий Николаев ПСК перехватил инициативу и даже сравнял счет Сначала отречился Дмитрий Салов, закрытый своими и чужими голки Персотников вряд ли видел момент этого сочного удара с дальней дистанции А вскоре Ромал Набиев результативно ассистировал к своему капитану Андрею Чертову Но секундная расслабленность снова подвела ПСК Соперник разыграл угловой, и Вячеслав Мысин опять вывел Мобирейт вперед 3 гола из-за нашей невнимательности, 3 стандарта в первом тайме прилетело Потом тяжело было отыгрываться, отыгрались, но четвертый гол, наверное, сломил нас В прошлой группе показали то, что мы играли с ним от обороны, но это не получилось В этом втором круге решили прихваться играть Максим Соболев в концовке тайма имел шанс уравнять положение Но с дабл-пенальти пробил над перекладиной Мастерства Сотникова даже не понадобилось 4-3 в пользу лидера чемпионата к 5-минутной паузе между первым и вторым таймами По собране при стандарте нельзя получать из четырех мячей три стандарта Но даже, ладно, прошел удар, мы там включаемся Здесь игрок идет в штрафную Мы с ним доигрываются штрафной персонально Лишний раз на обережение идти Он к тому, что Рома особенно, он может принять и с уходом Они отдадут в любом случае Только доставили края ниже Второй тайм начался так же, как и завершился первый С гола Мысина Причем форвард забил в стиле Злыберева-старшего Три соперника кружили вокруг игрока Мобирейта Но ни один из них помешать результативному удару не смог И быть бы Мысину главным героем встречи Но за пять минут до конца матча он получил две желтые карточки подряд И был удален с поля Причем оба предупреждения форварду достались за неспортивное поведение Тут идет игра не то, что там до гола, а просто все на эмоциях И я считаю, что судья повел себя вообще некомпетентно Потому что там был действительно фолл Он мне не мало того поднимается, не дает никаких объяснений Ну потом, соответственно, желтый я завелся Ну вот и все Это чисто мои эмоции, моя ошибка Лишним игрока ПСК разыграл мастерский, гоняя мяч с ланга на фланг Зеленый вывели на ударную позицию своего капитана И Андрей Чертов не промахнулся, оформив дубль Правда, на большее ни Чертова, ни его партнеров не хватило 5-4, восьмая подряд победа Мобирейта Мы на эту игру очень сильно настраивались Просто чуть-чуть не хватило, как всегда, впрочем А так победить, конечно, хотелось Это наш последний шанс был, мне кажется, зацепиться Теоретические шансы были первое место занять Перевернулся так Вот и проиграли В целом 14-й тур выдался не очень результативным В пяти матчах забито 25 мячей Меньше только в туре восьмом Когда команды сподобились на 22 гола На этот раз Платон едва переграл смену 2-1 Лидеры бомбардерской гонки Игоря Ахмедшин и Александр Костенко Забили по голу Штальбург первый открыл счет в матче с юниором И в итоге праздновал победу со счетом 3-1 Контактор после восьми поражений подряд Наконец-то набрал очки Победив Синьбирск 4-2 А Кристалл одержал вторую сухую победу подряд На сей раз на ДУМЗ 3-0 Благодаря этой победе, а также осечке ПСК Кристалл закрепился в тройке лидеров Отставая всего на пару баллов от Платона Лидерство Мбирейта безоговорочно Следующие победы сделают команду новым чемпионом де-факто Правда добиться ее будет весьма непросто Ведь играть оранжевым предстоит против Кристалла Эта встреча пройдет в рамках 15-го тура Он состоится через две недели, 2-го марта А следующие выходные большинство команд Суперлиги Потратят на матчи Кубка Ульяновска И только ПСК предстоит сразиться в первенстве страны Среди команд Первой лиги Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok